Обманули на 2 миллиона. В полицию обратилась 34-летняя жительница Саратова, сообщив, что стала жертвой мошенников. Заявительница рассказала, что в конце апреля этого года зарегистрировалась на интернет-сайте, поверив рекламе о возможности заработка на биржевой торговле. После регистрации на телефонную связь с ней вышел мужчина, представившийся аналитиком компании, которой принадлежит эта интернет-площадка. По его инструкции, женщина скачала программу для удаленного доступа, а затем ввела данные своей карты и пароль, поступивший ей в сообщении. Она не усмотрела в этом угрозы, а ведь по сути предоставила доступ к своему телефону, к номеру которого была привязана банковская карта, посторонним людям. Для участия в торгах изначально Саратовчанка внесла на свой аккаунт 20 тысяч рублей, а основные перечисления сделали за нее злоумышленники. Воспользовавшись той самой программой удаленного доступа, в полицию женщина заявила об ущербе на сумму 2 миллиона 317 тысяч 250 рублей. Она лишилась денег со своего счета, полученных ранее за продажу квартиры. До этого Саратовчанка пыталась урегулировать вопрос возврата денег со своими наставниками самостоятельно, но получила отказ с аргументацией, что это не предусмотрено договором. Теперь в обстоятельствах произошедшего будут разбираться полицейские. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных частью 3 ст. 159.3 УК РФ и пункта Б ч. 4 ст. 158 УК РФ. Полиция напоминает, что все действия в интернете, будь то общение в соцсетях, сделки купли-продажи, посещение неизвестных сайтов, требуют соблюдения мер безопасности. Это касается и интернет-площадок, предлагающих разные виды заработка. Убедитесь, что это не обман, прежде чем совершать какие-либо действия. Изучите отзывы, наведите справки, никому не сообщайте данные своей банковской карты, не выполняйте навязываемые незнакомцами действия по установке программ на свой телефон, передаче паролей и введению кодов из СМС. Будьте бдительны, это залог вашей финансовой безопасности.